Привет! Слышно ли меня хорошо? Если кто-то здесь есть, пожалуйста, включите плюсик. Так, а я пока подгружу файлы. Так, я открываю презентацию. Надеюсь, меня слышно и видно. Татьяна, здравствуйте! Ну что, ждем, пока соберутся. Слышно и видно. Прекрасно. Спасибо, что пришли. Прекрасная погода за окошком. Хотите, покажу вам пока вид, Татьяна. Вы, наверное, первая сейчас, потому что вы пришли. По крайней мере, вы первая пишете. Покажу вам вид. Мне очень нравится. Я сегодня первый день работаю в каворкинге новом. И вот, какой тут красивый вид. Сейчас укрою окошко. Наверное, если тут это не запрещено. Да, дизайн интерьера такой, что открывая окошко, я задеваю потолок. Поэтому нет. Красивые крыши. И там еще есть церковь какая-то готическая на заднем плане. Ох, очень красиво. Правда, все окна закрыты шторами, потому что солнце очень яркое, и они скрывают холод. Ну, короче, я имею в виду, защищают. Итак, если у меня будет какая-то техподдержка, напишите мне что-то. Если нет, тогда можем пока с вами, Татьяна, поболтать, потому что мне сказали организаторы, что я должна пообщаться, что мы должны дождаться, пока все соберутся. Погода, наверное, плюс 20, по крайней мере, была объявлена. Но, судя по всему, немного потеплее, потому что очень солнечный день. Елена, здравствуйте. О, отлично. Я сейчас в Португалии. Мы перебрались сюда на некоторое время. Поэтому здесь немножечко позже начинается осень. Но на самом деле она уже началась, потому что обычно здесь люди ходят в футболках, а сейчас уже в пиджаках. Итак, Татьяна, Елена, вы дизайнеры интерьеров, вы поставщики. Для чего вам этот вебинар? Республика Коми плюс 6. Да, это грустнее. И вместе с тем я читала исследования. Пишите пока, для чего вам вебинар, чтобы я могла фокусироваться. Читала исследования про португальских женщин, что они быстрее стареют из-за того, что они никогда не носят шляпы и не пользуются никакими средствами для защиты от солнца, и поэтому возраст их настигает быстрее. А вот, например, японские женщины, они живут примерно в той же полосе по температуре и по солнцу, но они всегда наносят кремы солнцезащитные и носят шляпы, поэтому их кожа стареет намного позже. Итак, для Татьяны. Татьяна – начинающий дизайнер, тема актуальная. Елена – тоже дизайнер интерьера. Ну что же, кто для нас такие партнеры? Это могут быть мебельщики, это могут быть люди, которые, например, занимаются продажей квартир, недвижимости. Новость, что со вчерашнего дня аренда недвижимости упала на 15%, слышали, может быть. То есть, если она упала, это значит, услуги дизайнеров могут как раз быть востребованы, чтобы на низком рынке аренды создавать конкурентоспособную недвижимость, чтобы ее тоже арендовали. Поэтому риэлторы могут быть нашими также партнерами. Кто еще может быть партнерами для дизайнера? Так, магазины, бренды, магазины бренды, риэлторы. Есть идеи еще, кто может быть для вас партнером? Ну, какие-то производители, у которых есть фабрики, дистрибьюторы, кто возит. Может быть, даже ремонтные компании. Допустим, мне вчера писала девушка, которая занялась ремонтом мягкой мебели. Почему нет? Реставрация точно так же. Столярки, да, то есть какие-то частные компании, которые занимаются изготовлением мебели, например. кто еще может быть нашими партнерами? Кстати сказать, гостиницы точно так же могут быть партнерами дизайнеров интерьеров. Итак, тогда я, наверное, не буду прям сильно на первом слайде задерживаться, потому что уже прошло 6 минут от официального времени, и продолжим. Как сформулировали организаторы, что это вебинар про заработок, общение, дружбу, бизнес с партнерами и поставщиками. Словосочетание мастер-нетворкинга, ну, может быть, это громко звучит, мне придумало это словосочетание «эксперт по личному бренду», которая сказала, что дизайнер интерьеров для крупных конференций это, ну, слишком точечно, да, а мастер-нетворкинга – это более широко, потому что так получилось, что люди со мной общаются с большим удовольствием, и я благодаря людям мы как бы вместе с людьми создаем что-то вместе. Когда я только-только пошла в идеальный ремонт, так получилось, что мне из всех дизайнеров удалось подружиться с максимальным количеством поставщиков, и на следующей программе, причем это был мой первый реализованный объект, на следующей программе уже съемочная группа обращалась ко мне за поставщиками, хотя для меня это было в новинку, то есть у меня не было какого-то такого опыта. Поэтому так получилось изначально, что такой талант у меня объединяет людей, объединяет компании, помогает компаниям развиваться, и я это делаю уже очень давно, еще начиная с модельной сферы, когда я там 15 лет назад пришла в фэшн, и продолжаю это делать вместе с мебельщиками, ну, такое взаимовыгодное сотрудничество. Татьяна пишет, что любой поставщик и все услуги с ними дружище, да, действительно, могут быть нашими партнерами. Итак, здесь структура презентации, которую сегодня я буду рассказывать, что на самом деле, да, мы можем понять, понять, как помочь нашим партнерам, но для начала нужно вообще оценить, что они вообще делают в целом. Там, допустим, мебельная компания, что у них уже есть, да, что они уже делают, чтобы продвигать себя, и что они еще упустили, и либо им это не нужно, либо они просто не успели это начать делать. И ответить для себя на вопрос, просто текстом записать на листочке, как лично я могу помочь компании, улучшить их продажи, и наша коллаборация могла бы принести тоже какие-то приятные результаты для нас всех. Вот. И так как в нашем названии, названии презентации, что помогать партнерам продавать себя дорого, здесь тоже, знаете, палка о двух концах, потому что, что значит продавать себя дорого? Слово «дорогой» говорит о какой-то недоступности, товар не для всех, и Леруа Мерлен – это же доступность, товар для всех, но и даже среди Леруа Мерлен, я помню, когда они выпускали в 2019 году коллекцию в стиле великого Гэтсби с ар-декошными обоями, с натуральными покрытиями, по факту, это, да, недорогими средствами, но создавая какой-то такой вот относительно цены лакши интерьер. И даже, я помню, мы делали голливудский интерьер вместе с Леруа Мерлен, они мне выделили площадку в торговом центре шоурумчик и сказали, делай, что хочешь. Это была коллаборация, и они там везде развесили, что это я автор, это было буквально там 4 года назад, может быть, и мы сделали с ними из их товаров эпатажную зону в таком дорогом стиле, и получилось действительно необычно и кажется дорого, но недорогими средствами. Поэтому здесь нужно ответить себе на вопрос, что значит продавать себя дорого. Это продавать, например, много и дешево, это же тоже, по факту, высокая маржинальность, вернее, высокий доход. Итак, что делают партнеры наши мебельщики, продавцы мебели, компании, риэлторы, чтобы продавать себя. Вот мы решили запартнериться с какими-то компаниями, и они обращаются к нам, или мы обращаемся к ним, чтобы вместе что-то сделать. Оцениваем ситуацию. Ну, приведу пример. У меня был клиент мебель инсайд. Это компания, которая занимается созданием мебели, российская компания, использующая немецкие технологии, немецкую фурнитуру, наполнители из разных стран, кожу, дорогие материалы, которые, внутри которой, внутри этого холдинга существует несколько разных дочек, то есть у мебель инсайд там МЗ5, Дивангер, Софтман, и Эспрессо Хоум, еще много разных брендов. И вот эта компания, мой заказчик, когда я с ними решила взаимодействовать, могу рассказать вообще, как было вообще взаимодействие, вообще, как нашелся этот поставщик, этот партнер. Но для начала, что делает компания, чтобы продавать себя? Я уже понимала, что у них есть отдел маркетинга, что у них уже есть телевидение, потому что они работали с первым каналом, что у них уже есть несколько торговых сетей, торговых центров, в которых они выставлены, причем занимающие, то есть они занимали лучшие площади, самые популярные топовые и до сих пор занимают. И то есть это исходные данные, да, что делают компании, чтобы продавать себя? Каждая компания делает свое. кто-то делает сайт и продажи только через интернет, и у них буквально один-два шоурума, кто-то вообще на выставках выставляется и не имеет какой-то физической личной площадки и, например, предлагает свою мебель только в мультибрендовые бутики, ну, если небольшие коллекции мебели. И здесь я просто записала все, что могут делать компании, партнеры, чтобы продавать себя? Ну, допустим, магазин, да, такое самое простое, социальные сети, кто-то сайт ведет, у кого что работает на самом деле, потому что некоторым выгоднее, да, через интернет магазин продавать. Рассылка, ну, это не супер такая рабочая идея, но у некоторых компаний бывает такая красивая рассылка, что она у них работает. Мероприятия. Мероприятия делают чаще всего те, у кого есть отдел маркетинга. А если же отдела маркетинга нет, и вы готовы работать как дизайнер с поставщиком, то вы можете предложить совместное мероприятие, как, например, спикер, вашу лекцию, или, например, декорировать какую-то зону и отфотографировать ее за свой счет, например, или за их счет. То есть идей огромное количество, главное реализовать, главное иметь желание делать это, ну, не то чтобы бесплатно, но как-то так, чтобы компания не испугалась в первое время, потому что если они вас не особо знают, то, ну, почему они должны вам платить. Поэтому в идеале, конечно, начинать с компаний, которых вы знаете лично, знаете, директора по маркетингу, либо собственника, либо компания небольшая, если вы дизайнер, которого еще, ну, немного кто знает, если компания небольшая и вы дизайнер, ну, условно говоря, не начинающий, но такой, который еще там не топ, там, 10, например, там, АД, то вы можете соответствовать масштабу друг друга, да, что вы подтягиваете компанию за собой, а компания, как бы, принимает ваш красивый дизайн и вы вместе делаете коллаборацию. Не всегда это платно, но иногда платно, если компания готова это спонсировать. что можно еще придумать для компаний, когда, допустим, у компании уже все есть, да, там, это крупная компания, можно подумать, что если мы поможем сделать съемку новой коллекции, да, то есть, вот они собираются делать новую коллекцию, предложить свои услуги как декоратора, они скажут, например, у нас уже есть декоратор, тогда есть несколько путей, что делать, если у компании уже есть свой дизайнер, можно доказать, что именно вы нужны, потому что любая компания хочет заработать и не хочет потерять доход, то есть, да, есть страх потерять доход, что если она к вам обратится, не обратится, то она не заработает, то есть, если вы заинтересованы в компании и действительно можете что-то сделать для нее, чтобы она стала лучше, это можно сообщить. и вот как раз продолжу про мебель инсайд, как у нас складывалось взаимодействие. Мы с ними познакомились на идеальном ремонте, когда я делала ремонт для первого канала, для актрисы, и они мне предоставили, ну вот буквально, ну словно говоря, мелочевку, там декоративные элементы, подсвечники и пара бокалов, и это было не дешево, потому что это все было из Италии, но красивое, из красивого стекла, там еще такая вот маленькая вазочка для каких-то там печенек, и так вот завязалось наше общение с ними, знакомство, и когда я проходила мимо того места, где я знала, что они находятся, и я знала, что там сидит девушка, которую я знаю из компании, я проходила мимо, заходила, говорила, ну привет, как дела, какие у вас новости, и таким образом просто там девушка, которая впоследствии стала директором по маркетингу, запомнила меня из всех дизайнеров, просто потому, что мы с ней общались, то есть люди для меня, наверное, одно из самых интересных, что только есть в мире, поэтому мне интересно, что происходит у людей. Вот уверена, что у каждого из вас есть то, за что вы можете зацепиться, ну как бы с человеком, условно говоря, там, допустим, если вы не экстраверт, как я, например, да, я амбиверт, у меня есть экстраверсия, интроверсия, а, например, вы больше интроверт, вы можете больше давить на экспертность, то есть, когда вы именно навыки демонстрируете, но не коммуникацию, тоже почему нет. Фотосессия, это точно так же молчаливое общение, когда человек видит результат вашего труда, но ему не обязательно с вами общаться one by one. Что еще можно предложить прессу отправить какие-то материалы? Это очень хороший вид коллаборации, когда вот сегодня вышла буквально статья в журнале селебрити, где меня как селебрити презентовала одна компания, у которой я амбассадор, компания OptiSalt, это компания, которая занимается натуральными биодобавками, там всякие противопаразитарные средства, витамины, микроэлементы из натуральных экстрактов и трав, они написали, взяли у меня короткое интервью, написали сами статью, и у нас такая была интеграция с моей фотосессией, которую я проводила в цветущем саду с фотографами, таким образом и мне больше популярности, и им больше популярности, но по факту этим занимался директор по маркетингу, потому что если бы не она, то я бы не стала пробиваться в этот журнал, это же не бесплатно, и не стала бы специально что-то такое генерить. Так, декорирование. Вот, например, на днях какое-то время назад ко мне обратилась одна известная женщина, телеведущая, и сказала, Алена, не хочешь ли ты бесплатно за бартер с одной известной компанией сделать декорирование? Так как я была за границей, то я уже отказалась, потому что еще и бартер, знаете, когда вы... Ну, у меня и так как бы есть подушки, одеяло, ну, все вот это вот. И если бы мне это нужно было, я, может быть, согласилась бы, если бы у меня было свободное время на пиар. И здесь мы уже распределяем, готовы ли мы тратить время на деятельность, не приносящую прямой доход, или не готовы. Елена пишет, согласно про коммуникации, тоже может часто зайти, поздороваться с поставщиком, подружиться с менеджером. Елена, это прекрасно. Знаете, мне... Я читала исследования, когда... Как сказать? Мнение. Мнение в книге про гениальность. Я люблю изучать все, что связано с мозгом, с развитием. И вот человек, который исследовал гениальность, сказал, что большинство процветающих компаний, у них во голове стоит человек, у которого все хорошо с коммуникацией. У 85% компаний лидеров на рынке есть очень хороший коммуникатор во голове. И только лишь у 15% такого нет. О чем это говорит? О том, что коммуникация это важнейший навык. Если вы хорошо умеете коммуницировать, то перед вами намного больше дверей открыто, чем если вы интроверт. Так, Татьяна, согласна? Если заинтересованы, покоммуницируем с удовольствием. Вот. Абсолютно. Что еще можно... Просто вы дизайнеры, да, сейчас среди слушателей. Вы пришли в магазин и думаете, чем мы можем быть полезны. Вот приведу пример, что мы сделали с Nebelin Sight. Мы сначала с ними подружились. Потом, ну, как бы, не то чтобы разошлись, но я прочитала у них несколько лекций, и дальше они просто занимались своими продажами, я занималась своим дизайном. Потом я делала свой личный видеопроект, и они мне предоставили для этого видеопроекта несколько предметов. И я была этому очень рада. То есть, получается, я домой себе получила несколько предметов от крупной компании. У меня этот интерьер, эта мебель, которая была в интерьере, была снята для нескольких журналов, и везде я указывала, что это они. То есть, ну, уже для компании тоже не минус точно. Более того, что ко мне приходили блогеры-миллионники и снимали интерьеры, и я тоже говорила об этих компаниях. И в титрах мы их указывали. То есть, я настаивала, чтобы в титрах упомянули компании-партнеров, которые участвовали в моих интерьерах. И дальше произошла такая история. Я пришла в торговый центр, и мне что-то у этой компании не понравился декор. Как-то мне показалось, что там, ну, знаете, бывает, когда неаккуратно подушки разложены, вернее, неаккуратно, неподходящие подушки, дизайнеры, у них есть вот эта чуйка, когда они не могут найти себе место, находясь в плохом дизайне. Ну, и вот как-то так получилось, что у них какой-то сет-дизайн был неудачный. Я сделала опрос среди продавцов, просто для себя. Говорю, вам сейчас нравится все, что в магазине? А это был такой далекий магазин, от центра, они такие, нам все нравится, мы сами все заказывали. Я отфотографировала всю зону, приехала в другие магазины этого бренда, тоже отфотографировала и провела опрос. Все ли продается из того, что вы выставили? А у них было как-то процентов 40 кожаных диванов. И чем дальше к области, тем больше кожаных диванов, чем ближе к центру, тем более трендовые диваны. и я провела опросы нескольких продавцов, записала результаты опроса по продажам, что хорошо продается, что плохо продается, отфотографировала зоны, все, которые, ну, к которым у меня были более-менее претензии и которые мне более-менее нравились. И сделала такой файл, называется, почему ваша компания может быть лучше. Я подобрала в Пинтересте и в интернете в целом красивые картинки, напоминающие их дизайн, а потом показала, что у них. И сказала, а давайте сделаем с вами более модно. У них был свой штатный декоратор, дизайнер, который сидел, ну, сидит до сих пор, работает в их городе. И, естественно, ну, было бы странно, если бы, ну, я пришла бы и как фрилансер подвинула бы штатного чужого декоратора и, ну, каким-то образом нарушила их, ну, взаимоотношения в компании, да, сказав, что декоратор не справляется. И даже приехал ко мне на эту встречу директор по маркетингу. Мы с ним поговорили и в итоге, когда они, то есть мы ничего не сделали с этим проектом, я сделала какие-то рекомендации, я взяла у нашего партнера, для которого я делала магазин товаров для дома, постельного белья. Мы договорились с этим магазином о коллаборации с постельным бельем, что мы берем красивое постельное белье для их кровати. И в итоге, ну, как бы финансово для меня это никак не вылилось, просто мы с ними поговорили и все. И потом, когда они начали строить новый магазин и новый бренд, то директор нового магазина по рекомендации директора по маркетингу обратился ко мне за консультацией. И мы делали две таких крупномасштабных консультации полноценных, брендинговых, ну, как можно сказать, дизайн-проект, но я не могла быть как дизайнер, поэтому мы это оформили как консультация. Так называется Мебель Инсайт, пишет Милена. Он, нет-нет, он так звучит, Мебель Инсайт, это английскими буквами пишется. Эта сеть магазинов крупнейшая, они занимают половину второго этажа Гранда. Гранда, который юг, ну, не Гранда, который север, ну, и Гранд, который юг, тоже они есть. Таким образом, мы сделали классную коллаборацию за деньги уже в этот раз, и просто моя инициатива была в хорошеме воспринято, и магазин открылся и продолжал работать. Дальше. Что еще можно подумать? Просто даже есть идея работать с поставщиками, с мебельными брендами. Нужно подумать, что нужно вам. Например, когда я пять лет назад делала себе дизайн своего дома, который мы арендовали, мне нужна была мебель красивая. И я понимала, что я в целом готова за частичный бартер работать. и поэтому как я делала? Я, например, общается со мной компания Гарда Декор. Гарда Декор, знаете ли, такую компанию, они занимаются красивым, декоративным мебелью у них, свет, декор, ну, все, что связано с интерьером. Они, им нужна была ведущая на мероприятие. А я предложила, помимо того, чтобы провести мероприятие, еще и декорировать несколько зон, сделать фотосессию, позвать прессу, позвать звезд. То есть я им предложила даже больше, чем у них был запрос. И, естественно, я понимала, что сумма ведущей и сумма, когда ты делаешь, ну, такое продюсирование, естественно, будет отличаться. И они могут испугаться, потому что у них даже запроса такого не было. Поэтому я предложила частичный бартер, потому что мне нужна была мебель. Я сказала, давайте вы мне платите вот такую сумму и вот эту сумму бартером, то есть, как бы, цена общая плюс бартером как бы более высокая цена. Но это не нужно платить физическими деньгами. Более того, я была готова даже брать вот этот бартер и из аутлета, что, ну, то есть, более как бы мебель, которая, например, старых коллекций, да, или, может быть, какая-то царапинка там была. Знаете, да, что у каждого мебельного магазина есть свои аутлеты? Знаете? Вот. Ну, и вот у них тоже были аутлеты. Таким образом, я и денег заработала, и классно я сделала мероприятие, и у меня был красивый интерьер благодаря люстре, которую они мне предоставили, стулу рабочему, который у меня до сих пор вот стоит. И более того, мы сделали с ними, наверное, 8 публикаций в журналах интерьерных и тоже по бартеру. То есть, мы договорились с брендами буквально, не с брендами, а с журналами буквально за две подушки. Знаете, когда там подушка стоит, ну, типа, 1500, ты даришь бренду две подушки лично, лично, например, там, какому-нибудь либо топу, либо собственнику журнала, либо какому-нибудь заместителю, и говоришь, там, мы вам готовы предоставить вот такое на выбор там тарелочки, подушечки, хотите заранее выберите, хотите на мероприятие выберите, и вот на там сумму там 2500 рублей, условно говоря, товаров. И компании, ну, я имею в виду журналы, они были счастливы, потому что так они бесплатно ходят на вот эти фуршеты и делают репортажи, просто чтобы законнектиться с партнером потенциальным, а так им еще и подарок домой дарят, который в дальнейшем они могут либо в своем интерьере применить, либо использовать в подарочном фонде, ведь все мы ходим на свадьбы, дни рождения, и нам нужно что-то дарить. Да, Татьяна, мелочи определенные, это правда. Вот, поэтому подумайте, что вы вообще умеете делать, и что в целом вы можете дать бренду, то есть позиция дающего здесь, она ключевая, и, как я считаю, максимально хорошо работающая, то есть не то, как я могу заработать на этом бренде, вы и так заработаете, если вы даете пользу, то есть дайте компании пользу, и она вам точно заплатит, если только это хорошая компания. Ну, то есть нужно как-то придумать, чтобы вам обоим было это выгодно. Дальше я приведу примеры. Вот эта вот история, которую я сейчас на следующем слайде показываю, формула уникального торгового предложения, это такая база, что я дизайнер интерьеров, могу быть полезен брендам сделать не буду называть кто включается компаниям создавать вау-зоны для фотосъемок, которые цепляют взгляд у проходящих мимо людей, мимо торговой площади. То есть я сейчас просто генерирую мысли, что я могу про себя сказать. Просто ведь мы свою формулу уникального торгового предложения все равно формулируем в зависимости от ситуации. Например, находясь допустим за границей, я больше даже говорю про хоунстейджинг, что я могу быть полезна людям, которые делают себе ремонт и сдают квартиры и продают квартиры, потому что дизайн интерьеров, например, за границей, в Европе, он меньше популярен и востребован. Почему? Потому что люди не получают, как в России, жилье в черновом исполнении. В основном они получают жилье в белых стенах, white cube, и поэтому дизайном интерьеров в основном занимаются жены. И поэтому давайте пишите, не стесняйтесь, ваша формула уникального торгового предложения. И пока я говорю, что в смысле чтобы заполнить, пока вы пишете, чтобы далеко отсюда не уходить, чем я могу запомниться? Важно, чтобы вас люди вот увидели и запомнили. У меня, мне помогает мой рост, потому что мой рост метр восемьдесят два сантиметра. То есть меня сложно забыть, потому что я как бы выше всех женщин, которых знают часто люди. Плюс может быть я выгляжу более-менее обычно, но я похожа на модель, то есть я работала моделью, сейчас тоже работаю в более возрастной категории. И поэтому людям как-то по триггеру просто это запомнить. поэтому что еще я могу сказать, чтобы сильнее запомниться, что я, например, выступаю в стендапе, как стендап-комик. И люди это запоминают, и я даже заметила, что запоминают больше, чем я ожидала, потому что это, ну, дизайнер интерьера, в принципе, в этом ничего такого прям удивительного нет. Модель, окей, это классно, но только модель привлекает внимание, когда она в каком-то супер-макияже, да, ведь когда вы посмотрите на модели без макияжа или на актеров без макияжа, ну, они обычные люди, поэтому модель запоминается, когда она выглядит как модель, да, и когда я говорю, что я выступаю как стендап-комик, люди запоминают и потом подходят ко мне в офисе, например, и говорят, а, ну что, как твой стендап, давай, можем ли мы прийти к тебе на стендап, подскажи, когда, то есть вот этот триггер, что я могу легко получить кусочек энергии этого человека и какое-то веселое взаимодействие с ним могу получить, он быстро запоминается, так же, что если вы, например, продаете что-то дешевое и маленькое, ну, условно говоря, аромамасло, ну, например, я там ароматерапевт, вы можете купить в любой момент у меня масло чайной розы, и вы так, о, классно, вот моей бабушке на день рождения куплю масло чайной розы натуральное, вот у этой девушки как вариант, поэтому что-то вот как вот, знаете, перекус, да, как что-то такое легкое, что можно легко подцепить и запомнить на свою, ведь у нас память очень быстро вытесняет все, что не относится лично к нам, имена, но факты интересные сохраняет, так, я вижу, что никто не пишет пока про себя ничего, таким образом, пока не комментирую ваше уникальное торговое предложение, но важно его знать для себя, наверное, кто, о, вижу, кто занимается маркетингом, а кто понимает маркетинги, ну, просто обязан как бы знать про себя это, потому что, если вы хотите работать с партнерами, с поставщиками, вы должны понимать, что такое, что продается, что не продается, что популярно, а что не популярно. Мне в этом очень помогли, конечно, телепроекты, потому что благодаря телепроектам я понимаю, что популярностью пользуются не новые тренды, а ушедшие. Когда тренд вошел в моду, его воспринимают очень малое количество новаторов, такие как дизайнеры, там, и люди, которые в целом насмотренные, там, много путешествуют и видят все красивое. потом этот тренд заходит в премиальный сегмент потихонечку, да, и если премиальный сегмент хорошо его воспринял, то он идет дальше в масс-маркет. И вот из этого масс-маркета тренды работают хорошо, к сожалению, для дизайнеров, которые всегда изучают тренды, поэтому, то есть я понимаю, что старые тренды продают, поэтому мне нужно создавать интерьер с теми трендами, которые, как я считаю, должны заработать. Например, когда в 2018-19 году я была на Мазон-Абже, выставке, амбассадором, которой я являюсь, там везде были арки, а в России еще не было арок, Россия только отошла от советских арок, и вот эти 90-е, 80-е, это была еще пока боль. И тут вдруг резко на Мазон-Абже вы видите арки, и резко они начинаются везде. Может быть, они выглядели не так, как у нас раньше в России две вертикальные стены и арка с таким вот уголочком, они тут более идеальные, да, арки, но тем не менее. Россияне не сразу пришли к этому тренду, и сейчас вы видите трендовые кафе, рестораны именно с использованием этого приема. Так же, как и фламинго. Когда фламинго вошли в моду в 2018-м, потом люди думали-думали об этом тренде, по-разному его использовали, кто-то делал розовые светильники в виде фламинго на длинной ноге, кто-то делал чисто фламинго детские какие-то штучки. То есть, о чем я говорю, что важно просто понимать, как работают тренды, как работает маркетинг, чтобы помогать партнерам не устаревшее продавать, а актуальное. Итак, Елена смелая написала, я дизайнер интерьера в эго-стиле, в моих проектах только натуральные материалы, помогаю, а вот это только натуральные материалы опасненько, потому что даже натуральные материалы вы сажаете на клей, ну, либо на слюну, это я шучу, вот, помогаю сделать выбор в век изобилия товаров, а вот в войну это спорный вопрос, простите, я сразу так все начинаю спорить, но это я так, не судите строго. А еще я водитель и проехала за рулем 6 тысяч километров от Читы, за Байкальский край, до Нижнего Новгорода. Я знаю, где самые лучшие дороги в России и как не уснуть за рулем. Вот, кстати, вот это отличная, отличная тема для разговора. Как раз, когда вы знакомитесь и говорите такую зацепку, то вы упрощаете жизнь вашему собеседнику, говоря, что со мной интересно, да, по факту, да, как это интерпретируется, что вы дизайнер, что вы делаете эко-стиль. Сразу запомнилось, потому что вы знаете, как не заснуть за рулем. Это важно. Ну, это действительно проблема. Мы сегодня, мы вот неделю назад ехали из Барселоны сюда, в Португалию, и мужа было сложно, как бы, ну, то есть мы ехали тысячи километров, представьте, за один день, и в какой-то момент он сделал вот так, и это действительно стрёмно. Находить с клиентом точки соприкосновения. Да, Елена, вот этот триггер свой и чужой, да, когда вы общаетесь, например, с каким-то чопранным клиентом, надеваете пиджачки. Ну, вы это понимаете, на подсознании, вряд ли вы в рваной одежде пойдете к клиенту, руководителю, который еще и более того, что вы в офис к нему можете приехать, где он на работе. Вот. Так что, так, вы формулируете уникальное торговое предложение, интересный факт о вас, который может зацепить. Я, например, модель, я об этом тоже иногда говорю, но по мне, в принципе, это и так видно, да, когда к вам подходит огромная женщина ростом 182 сантиметра и выше всех мужчин вокруг, особенно в Европе. Дальше. Я раньше, короче, у меня были такие интересные факты обо мне, что я была чемпионкой по метанию копья. Вот. И, кстати, такие вот даже юмористические факты, они смешно работают и расслабляют. Вспомните про себя, что вы... Да, Татьяна, вы угадали про это предложение. Просто вспомните про себя какие-то необычные факты, и если вы мне сейчас напишите в текст, то мы просто об этом обсудим. Так, вы пишете центральную часть, надо изменить. Так, центральная часть, усложнение, чем мог быть полезен, или какую центральную часть в тексте? А, вам, да, да, да. Ну, слушайте, это нормально, то есть лучше написать даже черновик, который потом исправить, чем ничего не написать, потому что работает лишь упражнение, которое вы вывели в текст. Так, следующее. Вот как раз иллюстрации того, что я работаю моделью. Сейчас я работаю больше как раз моделью как амбассадор, там рекламирую различные бренды, уже как личность, как образ я рекламировала раньше все подряд, сейчас я рекламирую как образ, да, человек, ну, модель, она же по факту как целевая аудитория, да, там, сейчас я рекламирую часы, ювелир какую-то, ну, то есть, это то, что выглядит дорого. Раньше я рекламировала там одежду всякую, там, ну, сейчас, кстати, тоже одежду, но, знаете, когда тебе уже за 30, то ты уже на модельном рынке не так сильно котируешься именно как именно ноунейм модель, а ты уже нужна как персонаж, то есть, в возрасте таком взрослом мы больше уже работаем как амбассадором. Итак, да, кстати, я еще работаю как ведущая и это прекрасная уникальность как бонус, потому что мало дизайнеров, кто работает как ведущая и ко мне обращаются именно за этим тоже, потому что я училась в Останкино и у меня даже была своя собственная программа на телевидении на канале ТВЦ. Итак, Александра, я занимаюсь производством витражей Тиффани, разрабатываем эскизы любых стилей и направлений, поселим в вашем интерьере настоящее произведение искусства, которое вы захотите передать своим внукам. Хорошо, мне нравится и смотрите, получается, что сейчас это выглядит больше как рекламный текст, вообще, конечно, брендам тяжело что-то говорить, чтобы это не было как реклама, потому что по факту задача бренда продавать. Именно поэтому многие бренды придумывают себе разный старителлинг, когда вы знаете истории про собственника бренда, вы знаете его какие-то дополнительные увлечения, например, как собственник фабрики окон долгое время делал свою собственную конференцию в стиле TED, но не TED, которая была очень популярна и на которую приходили все такие известные популярные блогеры и люди. Поэтому, Александра, чтобы вам сделать вот этот текст более продающим, напишите интересный факт о себе. Что? Например, кейс. Ну, кейс – это тоже по факту продающий. То есть, люди ненавидят, когда им продают в лицо. Они считают сразу, что ну, типа, продавать – это как-то так себе. Поэтому, если вы говорите, а еще я умею, например, я вот, у меня хобби, я люблю прыгать на батутах, поэтому иногда я могу об этом сказать, что такое, а еще я прыгаю на батутах. Все такие, да, правда. То есть, по факту, донес информацию человеку, но зацепился он как будто бы за другое, но все равно он запомнил то, что вы хотели ему донести. Иначе он просто поставит вас в банк как спам, да, то есть, я там продаю, продаю. Ладно, следующее. Как продвигать мебель? О, кстати, вот Татьяна написала, отлично, я эксперт в области васта-дизайна, создаем в вашем пространстве комфорт и уют, гармония с природой. Ну, да, это здорово звучит, и вместе с тем васта-дизайн мне, я знаю, что такое васта, я делала себе квартиру по васту, расставляла, я знаю Лариса Скороходова, подарила мне свою книгу по васту, это как раз предводитель васта в России, еще несколько людей из союза дизайнеров занимаются васту, но вместе с тем это не очевидно для клиентов, ну, потому что слово это не российское, и это вообще что васту, то есть получается, что вам нужно каждый раз подробнее рассказывать, что это васта, да, что, например, васта это энергия, да, то есть энергия вашего дома, древнее учение, то есть получается, нужно все равно разъяснение. Ладно, продвижение мебели. Получается, что если вы, вот я нарисовала для себя вот такую схемку, что я могу сделать, да, что я могу делать для бренда, если вы даже скопируете эту схему или сделаете свою и просто пропишите, вот есть ли у вас какая-то сильная сторона из тех, что здесь я написала, ну, например, что полезно для продвижения мебели, что вы можете декорировать, можете, значит, просто даже напишите, допустите для себя, что вы готовы декорировать чужой шоуру, мебельный, например, и делать фотосессию. Я помню, что бренд, который находится в центре Dead Sliveng, мне звонила директора по маркетингу и говорила, Алена, хочешь ли ты бесплатно декорировать нам кусочек шоурума и за это сама за свой счет делаешь нам съемку и даришь нам эту съемку и зато у тебя есть портфолио. И если бы мне действительно нужно было бы портфолио, то я бы согласилась, потому что у них очень классный шоурум и есть чем декорировать. То есть можно свой декор было привести, можно было их декор взять и я бы сразу как автор была зона какой-то. Это как журналы иногда делают, такие коллаборации журналы-бренд, когда журналу платит бренд, журнал приглашает стилиста, делает какой-то флористический декор, там раскладывает красиво, там сервирует что-то, отснимает это и пока вот цветочки не завянут, это все стоит в шоуруме, вот как долго сделал с Эль Декорейшем, если я не ошибаюсь. Дальше. Пиар. Лично я могу помогать брендам как пиарщик, потому что у меня большой опыт продвижения себя как личности, то есть я отношусь к себе как к проекту и к своему бренду, к личному как проекту и знаю как пиарить личные бренды. Я пиарила свой модельный бренд, чтобы меня выбирали на кастингах и сейчас я также продвигаю свой бренд дизайна интерьера. Дальше я разбираюсь в маркетинге и чтобы разбираться в маркетинге мне нужно было сначала прочитать несколько десятков книжек на эту тему, ну вот таких, которые можно легко добыть, да, и дальше уже провести работу в маркетинге, совершив некоторое количество ошибок. Ну, проведу пример, что я делала даже ребрендинг для мебельной компании в мебельной фабрике и в итоге это был, но не то чтобы очень удачный ребрендинг, потому что, скажем так, я изучила маркетинг, здесь была проблема не во мне и бренд, мы с ними работали на первом канале в идеальном ремонте, они запомнили только меня из всех дизайнеров, потому что мы просто общались с директором по маркетингу и я смогла сделать максимальный вклад от всех дизайнеров в их компанию, потому что лично я сделала для них фотосессию за счет журнала, но убедила, что нам нужна эта фотосессия за деньги с хорошим фотографом. Мы сделали полное декорирование, у нас было максимальное количество брендов, короче говоря, этот интерьер, им больше всех понравился из всех и я предоставила максимальное количество видеоконтента, фотоконтента и, короче, запомнилась этому бренду «Мебель Москва». И когда они решили делать новую коллекцию мебели, то они захотели пригласить меня для ребрендинга. И как раз вот это изучение маркетинга было мне очень полезно. Мы сделали с ними шоурум 200 квадратных метров в торговом центре «Армада». Но так получилось, что они перестали арендовать эту площадку вскоре после того, как мы у них сделали ребрендинг. То есть они буквально мы сделали его и через некоторое время они ее закрыли. Поэтому я даже не смогла посмотреть, как работает этот дизайн. То есть да, они его применяли в дальнейшем, но не полностью а частично, поэтому следующий магазин, который они делали, уже руководствуясь моим проектом, они отличались. Поэтому здесь я могу сказать, что с одной стороны это был красивый, очень красивый дизайн проект, если вы посмотрите у меня в портфолио, вы его увидите. И там было до очень, то есть очень такая остромодная мебель и остромодные интерьеры, и когда они начали делать что-то более свеженькое, они не знали, как это оформить. Дальше, работа с брендом и личными брендами сотрудников. Знаете, на тему этого очень важно, если вы смогли себе личный бренд построить, то вы сможете помочь личному бренду сотрудников. Приведу пример. Я много раз организовывала конференции, ну, какие-то разные, и крупные, и некрупные, и у меня всегда была возможность приглашать своих знакомых бесплатно чаще всего. Ну, платно точно была возможность, но мне удавалось это сделать бесплатно. И компаниям это большой бонус, потому что это сразу доступ к слушателям, что компания может даже по бартеру, ну, предположим, предоставив какое-то количество флайеров, да, организатору может выступить перед большой аудиторией, как мы сейчас это делали с компанией SOC, моими каворкингами, в которых я работала в России, и с MOS.RU, у них вот эти конференции, которые я проводила. Вот. Так, смотрим дальше. Менеджмент проекта. Если вы готовы быть менеджером проекта, дизайн проекта или проекта по пиару, то если вы готовы брать на себя такую ответственность, то это великолепно. То есть, если вы готовы сделать что-то большее, чем даже от вас ожидают, это круто, и бренд это точно оценит. Вот я сейчас еще раз проговорю эту историю с Гарда Декор. Гарда Декор, им было 15 лет, они в отеле, который принадлежал одному из собственников, устроили крупные мероприятия на Рублевском шоссе и привезли всю новую коллекцию, которая у них была. у них есть штатные декораторы, они сделали 3D-визуализации, и они сказали, Алена, просто проведи, сделай, у нас будет ведущий профессиональный, и ты просто как дизайнер со стороны дизайна расскажи что-нибудь со сцены. И, конечно, я понимаю, что как спикер со сцены это недорогая цена на самом деле, потому что здесь и ответственность невысока. на что я предложила сразу как бы пакет вещей, которые я могу сделать еще, и они сказали, О, круто, давай. То есть, что мы сделали с ними? Да, я провела как ведущая, у них со сцены рассказала про их новую коллекцию. В зале было очень много звезд, интерьерной прессы, и все директора, которые только были в доступе, директора сети гардодекор, ну и собственники, соответственно, тоже. Раз. То есть, провести со сцены. Что еще я предложила? Позвать все интерьерные журналы, которые согласятся. Просто, получается, это компания, которая в том числе занимается мебелью и из Китая, столики, там, светильники, например, да, у них есть производство и в России, но мебель из Китая, это есть нюанс, что, например, от Дэнтерьер скажут, что мы, как бы, выбираем бренды, которые, там, более лакшери сегменты, это просто даже не наша целевая. Вот. И Эль Декорейшн тоже, они отказались прийти. Ну, как бы, я не удивляюсь, это нормально, когда чем больше предложений, тем больше согласий. И в итоге все вот журналы, начиная от дом-интерьер, интерьерный, идеи вашего, нет, не идеи вашего дома, красивые квартиры, потом дом и подиум, кухня, дизайн, декор, вот такого плана журнала, да, то есть соответствующие бренду. Они все пришли, и у нас было вот около восьми публикаций, причем не только в рубриках про события, но и в рубриках новинки. Это очень был приятный бонус по бартеру. То есть вот что мы еще сделали. Дальше. я сама, условно говоря, недорогой ценой, декорировала их, стайлинг сделала для фотосессии, потому что когда у вас есть штатный дизайнер, это одно, когда к вам приходит дизайнер-звезда, типа меня, ну то есть я условно говорю, звезда, просто дизайнер, который уже построил личный бренд, а не тот, кто у вас в штате за зарплату, то к нему больше доверия всегда. И что мы сделали? Это было прям короче, в 5 утра, то есть у меня было все заготовлено именно по идее, идее, в смысле съемки. И у нас было несколько зон в этом отеле, внутри помещения и наружу, снаружи. Я собрала с нашего фуршета все фрукты, которые мне подходили под декор. Ну, например, сливы подходили под зону с красной подушкой. Мне нужны были артишоки, артишоков не было, я у всех отельных ананасов отрезала вот эти жопки и положила их на тарелки, они выглядели как прикольные такие арт-объекты, как какие-то между кактусами и артишоками. Дальше там была одна очень странная зона с белыми стульями футуристической, с белым столом, которая была самая любимая зона у собственника, но дизайнеры не придумали, что с ней делать и она смотрелась очень голо. И мы просто отодрали веток, там, ну, деревья росли и там были сухие ветки некоторое количество, мы нарвали этих веток и сложили на стол, на шкаф и в итоге нашли лучший способ, там положили груши, потому что груши настолько же грубые, насколько эти ветки, которые смотрелись очень контрастно с идеально гладким белым столом из акрила и белыми с футуристическими стульями. То есть, получается, декорирование мы сделали, а еще ух, я позвала видеооператоров, которые сначала сняли сюжет про производство вместе со мной, потом мы сняли сюжета два, один про мероприятие, а один про бренд. То есть, получается, что у нас получилось в итоге три видео, которые бренд Гарда Декор мог использовать у себя и на сайте, и в соцсетях, и в дальнейшем показывать свою коллекцию. Дальше наша фотосъемка вошла в каталоги, которые сейчас лежат во всех шоурумах, очень красивая фотосъемка, и они ее используют, и я у себя в портфолио также ее, правда, не использую на сайте, потому что, ну, это как стайлинг больше, но, тем не менее, использую как свою работу. Вот, то есть, получается, что я была менеджером проекта и предложила больше, чем людям даже хотелось, и в итоге, а, мы еще звезд позвали, да, забыла совсем сказать, мы позвали по барперу журналы, и мы позвали звезд, и было круто, когда мы позвали, где-то, маму Агнии Дедковски, летаем, и подарили ей мебель на 20 тысяч, а она еще докупила на 100, потому что, чтобы подарить мебель на 20 тысяч, нужно, чтобы человек зашел на сайт и посмотрел, что у вас есть за мебель. Она как раз делала ремонт у себя, купила, ну, то есть, мы ей подарили два стула, а она купила еще там шесть стульев обеденных и еще что-то. Таким образом, по принципу дающего мы еще и заработали, ну, бренд заработал. Дальше, мы позвали топовых дизайнеров, которые сделали отзывы, не буду для дискредитации дизайнеров, ну, то есть, не хочу, чтобы, ну, короче, позвали топовых дизайнеров, они сделали на видео свои отзывы, в соцсетях свои отзывы, точно так же по бартерам. Таким образом, все были довольны. Вот. Здесь несколько из моих любимых клиентов, с которыми я работаю, и, так, сейчас уже прошел час, наверное, я вам расскажу про одного еще. Вот мы с вами рассказали, я вам рассказала про Maybelline Sight, вот внизу их логотип, я вам рассказала про Гардо Декор, и, наверное, расскажу, давайте вкратце просто про всех, что мы сделали с декорацией. Декорация это штукатурки, краски, несколько взаимодействий. Вообще, как они со мной познакомились через Паскаль и Граво. Я пришла на мероприятие, которое они проводили с Паскалем, я как-то с ними познакомилась, и что мы с ними вместе делали? Я брала у них краску, они мне дарили для того, чтобы я сделала себе ремонт. Раз. Дальше. Они мне предоставляли тоже по бартеру краску, штукатурку и мастеров на стенд Батимат, который я застраивала как на аллее звезд российского дизайна в 2020-м. Два. Потом я с ними делала мастер-класс у них в магазине, в салоне. Мы делали мастер-класс по написанию картины. Три. Это было, вот получается, это все по факту бесплатно, но мне они не платили конкретно за эти вещи. То есть, получается, что краску они мне предоставили, и получается, что я уже, ну, они сделали в меня вклад. И когда я выбирала из всех компаний штукатурок для стенда Батимат, я могла либо платного партнера, дорогого пригласить, либо того, кого примет выставка, на бартерной основе. И так получилось, что я смогла их пролоббировать. Дальше. Я вела для них мероприятие новогоднее вместе с Паскалем Граво в этом году, еще до всех событий. Паскаль специально приезжал из Парижа, и мы делали крупное мероприятие для дизайнеров-архитекторов. И это еще не все. Что же мы с ними еще делали? Ну, короче говоря, много чего еще. А, вот, кстати, дальше. Окей, декорация. А, вот, я еще интегрировала их в свой телепроект, в несколько. Более того, что мы показывали их логотип на ТНТ в битве дизайнеров крупным планом, ну, таким, знаете, видимым планом, то есть крупный когда совсем на весь экран, а тут у нас такой средний, скорее даже сказать, логотип на ТНТ, и они за это не платили. То есть это мега-бонус, правда. Вот. Потом, когда я ездила дальше делать для ТНТ разные студии телевизионные, я брала с собой их краску, красила ей, снимала репортаж, отправляла им, посмотрите, я сняла вашу краску и репортаж. И делала у себя в соцсетях, тоже точно так же бесплатно, типа, сторис, посты, что посмотрите, какой у нас классный дизайн, это все они. Дальше, ковер.ру. Точно так же мы познакомились на Первом канале, когда я работала с идеальным ремонтом, и мы делали с ними несколько раз я за деньги, брала у них ковры для декорирования фотосессий своих интерьерных, то есть вы платите залог, они вам предоставляют ковры, вы их сами доставляете за свой счет, и потом их возвращаете обратно. Таким образом, как-то мы познакомились более-менее с маркетингом, я предоставила бесплатно все свои фотосессии, сказала, можете использовать для маркетинговых целей, если хотите. Они сказали, ок, ну, в итоге я даже не видела, чтобы они это использовали. И дальше я продавала несколько их ковров своим клиентам, мы с ними, получается, один раз, да, на телевидении поработали на тот момент, а потом следующие мои телепроекты на ТНТ я их позвала, на Фазенду я их позвала как партнеров. И потом, когда моему мужу нужен был ковер домой, он так говорит, Алена, а не хочешь ли ты какой-нибудь мне ковер предоставить, чтобы твои партнеры предоставили бесплатно? Я такая, Паш, ну, мужем говорю, понимаешь, это же, это же нужно работать за это. Вот, и получилась очень классная коллаборация, правда. Я написала им, сказала, давайте вы нам подарите самый недорогой ковер, потому что как бы мужу нужен ковер, но я не могу же вас разорять на что-то дорогое. Выбрала ковер за 20 тысяч, но они привезли на, мы сделали видеосъемку, у меня муж медийная личность, видеосъемку, что как он выбирает ковры. Видеосъемка была ужасная, оператор был ужасный. Ну, знаете, бывает, что они, как сказать, они должны были снять сториз, но снимали они на горизонтальную камеру и вырезали из горизонтального видео вертикальные, и в итоге там ковров было не видно. Вот, ну, короче, не об этом. Получается, они подарили мужу ковер за 90 тысяч, и когда они делали дальше видеосъемку рекламную и фотосессию для своего сайта, они обратились ко мне как к модели, и я предложила своего мужа опять же как модель и дочку, как модель семьи, и мы фотографировались с ними как бы в арендованном помещении уже с хорошей съемкой, с видеосъемкой, с фотосъемкой. Вот, то есть таким образом мы в итоге сделали хорошую коллаборацию, если вы, наверное, месяц назад точно было, наверное, сейчас тоже, если вы зайдете на сайт cover.ru, вы увидите одну из наших картинок с нашей семьей, как мы сидим на ковре, там, даже видео увидите, как мы выбираем ковры. Так, смотрю, Елена пишет, Алена, встреча сегодня огонь, я в восторге, столько полезной информации, спасибо огромное. Алена, благодарю темы вебинара класса, очень познавательно окунуться в данную тему, супер, спасибо, приятно. Вот, так, cover.ru есть, я вам рассказала только кусочек, но на самом деле я их тоже много где задействовала, они и в моей авторской программе участвовали практически во всех эпизодах, и точно так же вот была моя гордость, что я смогла их провести на телевидении, на фазенду, в зеленой одежде, представляете, то есть без логотипа, да, но в зеленой одежде их фирменного цвета, и они потом в дальнейшем могли это использовать для своих соцсетей. Я каждый раз говорю могли использовать, потому что я, ну, не то чтобы не отслеживаю, как они это делают, то есть да, они это делают, но на свое усмотрение, скажем так, то есть я им предоставила все материалы, даже стори специально снимала, как они заносят свои предметы, которые они нам делали, предоставляли. Я читала для них лекции, они предоставляли мне, опять же, материалы для моих личных нужд. Таким образом, и я не платила деньги за там покупку каких-то вещей, и они не платили деньги мне лично деньгами, да, за продвижение их. Классная тоже коллаборация. Афи-девелопмент сделали мне супер, предоставили мне супер помещение для моего портфолио, которое до сих пор мне продает, и мы сделали с ними две телевизионные съемки и фотосессию. И после этого у меня было очень много заказов. Сейчас расскажу про LG. LG я нашла благодаря Евгению Тюрину, когда к нему обратился маркетинг из компании LG и сказали, порекомендую, пожалуйста, какого-нибудь медийного декоратора. А я уже работала на первом канале, поэтому они знали меня. Татьяна, спасибо вам, что посмотрели фото. Это приятно. Вот как раз про LG. То есть здесь поясняю идею, что бренд ассоциируется с рекламным лицом. Это факт. То есть если вы готовы стать лицом бренда, вы должны выглядеть как лицо бренда. То есть весь ваш медиа-контент должен соответствовать этому бренду. Я на самом деле, когда начала взаимодействовать с Леруа Мерлен, у меня были не то чтобы сомнения, у меня было вот что. Я просто много работала с мебелью категории премиум. С мебелью, с брендами категории премиум, потому что ну как-то она мне шла, условно говоря, не то чтобы я часто покупала мебель категории премиум, наоборот нет, потому что мои клиенты категории бизнес плюс. Ну, если говорить про категоризацию нашего маркетинга. То есть, ну, например, есть несколько категорий в маркетинге, в российском, по нынешним деньгам, например, диван за 2 миллиона это премиум, а диван за 800 тысяч это бизнес плюс, а диван за 300 тысяч это бизнес, а диван за 50 тысяч это эконом. Ну, то есть, это просто такая градация, чтобы легко понять, как, что работает. И вот, когда я решила работать с Леруа Мерлен, как я вообще их нашла, я увидела кастинг, что ищут преподавателя для Леруа Мерлен, я подумала, классно, познакомлюсь с маркетингом, может быть, и смогу записать с ними курс. И я с ними подружилась, мы с ними курс в итоге не записали, но много с ними работали. То есть, получается, как преподавателя меня не утвердили по цене, потому что через агентство, через которое я работала, они цену выше назвали, чем другое агентство, но как дизайнеры они со мной вот даже до сих пор продолжают взаимодействовать. Поэтому, когда я раньше работала с более дорогими компаниями и как бы перешла в том числе в Леруа Мерлен, я подумала, что с одной стороны это известная компания категории А, компании бывают разных категорий, тоже по маркетингу А, Б, Ц, короче говоря, Леруа Мерлен компания категории А, но у них слоган низкие цены каждый день. Соответственно, у меня был страх, что я могу снизить свой бренд, но этого не произошло, поэтому я рада, что я не уронила как бы сказать свою ценовую категорию работая с Леруа Мерлен, потому что, если честно вот себя спросите девушки, что если вы покупаете даже для крутого клиента что-то, ну вы же наверняка едете в строительный магазин типа Леруа Мерлен или обе, или там еще другие магазины. вот про что нужно знать чтобы быть полезным бренду я пропущу это про взаимодействие с LG. Евгений порекомендовал несколько дизайнеров для LG. Он порекомендовал Женю Жданову, если я правильно понимаю, это его рекомендация была, но она не была у нас в Союзе. Порекомендовал меня, по-моему, кого-то еще, кого они не выбрали, и они сами нашли девушку, которая была продюсером ТНТ программы, которая уже сейчас закрыта. И нашей задачей, то есть у нас было три дизайнера, получается, Женя, я и вот еще одна девушка сделать фотосессию с новыми микроволновками. Ну я как уже пожилая модель, знаете, могу позволить себе микроволновки рекламировать. фотосессия получилась хорошая, в качестве продолжения фотосессии я должна была написать текст рекламный для LG, но так как я умею писать текст, я написала текст для статьи, потом оказалось, что я должна была еще и пост написать, я написала пост, и в итоге это была платная коллаборация, и даже более того, мне подарили микроволновую печь, потому что, по-моему, они не собирались, честно говоря, дарить мне микроволновую печь, но я им сказала, вы хотите, чтобы я писала про вас текст, а я не знаю вашу продукцию, вы уверены, что я вам хорошо прорекламирую, вообще никогда не пользую вашей продукцией, они сказали, оп, мы подарим тебе микроволновку, и прислали микроволновку, вот, а сейчас дома у нас, ну, практически вся техника от LG, потому что мы действуем с ними, работаем с ними очень давно, то есть мы семь лет назад или шесть начали взаимодействовать в 2015-2016 годах, в 2016-2016 годах, мы сделали с ними вот эту съемку со стилистами в красивом салоне, я написала хорошие статьи, эта съемка и эта коллаборация с тремя дизайнерами заняла первое место в премии, какое-то там лучшее продвижение, то есть это была пиар-премия и главная пиарщица LG вот как раз получила этот приз за нашу коллаборацию, а вот Ольга Савченко здесь видно написано, и еще Рита Че, но Рита Че, она телеведущая, соответственно, не дизайнер, просто блогер и ведущая. Дальше, я должна была выступить на их мероприятии пресс-конференции для всей интерьерной прессы, то есть все, все только, кто был из интерьерной прессы из прессы, которые пишут про бытовую технику домашнюю, пришли на эту пресс-конференцию, ради которой в ресторане «Сибирь» был выстроен стенд со встроенными микроволновыми печами, проводились всякие мастер-классы, и вот мы дальше, они собирались продвигать мобильные телефоны, и почему-то они обратились не к Жене Ждановой, которую они также приглашали, не к вот этой Екатерине Савкиной, Савченко, Савченко, а ко мне, ну, так получилось, возможно, я им просто как-то лучше запомнилась, поэтому, когда они решили продвигать мобильные телефоны, они предоставили, подарили мне мобильный телефон, чтобы я им пользовалась, чтобы я должна была сделать фото на этот телефон, и потом на вот этом экране для прессы показать, как хорошо фотографируют их телефон и снимают на видео. дальше, когда они хотели сделать себе мероприятие, тоже ко мне обратились, сказали, вот, мы хотим сделать мероприятие, у нас мало денег. Это был Хаят, я не могла отказаться от Хаята, несмотря на то, что у них мало денег, я назвала какую-то демпинговую цену абсолютно за дизайн проект, но я договорилась с очень крутым брендом бесплатно предоставить нам мебель. У нас было 800 квадратных метров, и что мы сделали, мы не стали за этот маленький бюджет покупать Икею, то есть нам нужно было очень много мебели для экспозиции, ну, вот представьте, телевизоры, микроволновки, холодильники, там нам нужно было выстроить какое-то оборудование, которое они сами проектировали, ну, всякие задники для холодильников, да, что не просто холодильники стоят на ковре, а они стоят на каком-то небольшом постаменте и сзади у них там какой-то фончик, это они сами делали. Мне нужно было все декорировать, поэтому я подумала, как мне из такого предложения выжать максимум, и я позвала Ральф Лорен, я подумала, что давно хотела поработать с Ральфом Лореном и с брендом, и я обратилась в этот салон, они предоставили нам очень много классной мебели, мы в итоге эту съемку публиковали несколько раз в журналах, она и вошла в сборники архитектора и дизайнера России, и журнал Дом интерьер публиковал, и журнал Я покупаю, красиво, он еще, короче, еще какие-то журналы, короче, много разных публикаций было с этим нашим интерьером, вот который с правой стороны, но единственное, что моим условием для них было, что они еще, помимо того, что платят мне зарплату, платят сумму оговоренную со мной фотографу, то есть я говорю, что я готова вам за такие небольшие деньги сделать декорирование, если вы заплатите 20 тысяч фотографу, и я там стилизую сама как стилист, вам эту съемку, они согласились, к счастью, и вот у нас получилась замечательная коллаборация с съемкой, которая до сих пор у меня на сайте, муж говорит, что она скучная, но она соответствует моему вкусу и тому, что я хочу продвигать мир. Разные там были зоны. Так, Елена пишет, Алена, я себя еще предстоянирую как эксперт по отделочным материалам из дерева, обучаю дизайнеров, как грамотно нагреть рейки, фальш-балки, панели в дизайн-проект, сегодня у меня много инсайтов, теперь точно знаю, что я буду делать завтра. Конспектировала встречи, все записываю, спасибо огромное, вы супер. Спасибо, Елена. Вот на тему экспертизы по отделочным материалам из дерева и обучения это очень здорово, это уникально и это тема для выступления на выставках. Задумайтесь об этом, если вы еще никогда не выступали на выставках, напишите у себя на сайте или просто где угодно список тем, с которыми вы готовы выступать. Не обязательно сразу начинать готовить презентацию на этот список тем, но вы просто даже для себя поймете вашу экспертизу и когда вас неожиданно позовут или вы сами куда-то там сможете себя пропродюсировать, то вам будет легче намного, чем тем, кто не знает свои темы. Так, и вот даже Адем опубликовал наш интерьер правда в рубрике «Светская хроника», но тем не менее, знаете ли, Адем вот это у нас журнал «Дом интерьер» опубликовал как раз вот этот интерьер, но это одна из страничек, я не стала все постить. Дальше каким-то волшебным образом нам удалось продать мою семью, понимаете, да, что я продюсирую всех, в том числе свою семью, вот с левой стороны моя семья, что мы как будто бы та самая семья, которая делает открытие магазина LG ультрапремиального в Метрополисе, ну и так и получилось, то есть здесь все руководство LG из Кореи, директора по маркетингу, ведущая Екатерина Одинцова и вот наша семья, которая презентовала различные товары. Так, смотрите, Елена, вы отправили видеописьмо Евгению Тюрину с предложением выступить на конференциях Союза. Вы же в Союзе дизайнеров-архитекторов? Если нет, то попроситесь в Союз, потому что в чем ему интерес вас продвигать? Но тем не менее попроситься тоже неплохо. Вот как раз фото с этого мероприятия. То есть, а, вот, кстати, мне понравилось, что мы должны были просто на мероприятии выступить, а я предложила еще за отдельные деньги сделать и бартер в том числе сделать еще видеосъемку, что давайте мероприятие пройдет и у вас ничего не останется. Давайте сделаем видеосъемку. И получилась очень классная съемка. Мой муж рассказывал про телевизоры и про видеоприставки всякие. Я рассказывала про микроволновки, Сюгровь рассказывала про пылесосы. Екатерина Одинцова тоже про что-то рассказывала. То есть, это видео в итоге как результат нашей работы совместной очень такой приятный хороший видеорезультат. Это как раз репортаж нашего видео. А, да, потом они меня позвали на фабрику. Ладно. Короче, у нас было очень-очень-очень много взаимодействий. Здесь про что значит продавать себя дорого, высокая цена или популярность. Здесь я как раз говорила про то, вот, Лерой Мерлен, да, что это не высокая цена, но это популярная компания. Вот. И клиента это ориентированность в включенную цену. В цену. Когда вы немножечко завышаете себе цену, буквально на 15%, но за эти 15% вы готовы сделать больше, это лучше, чем если вы, это лучше, чем если вы занижаете себе цену и потом высасываете из пальца силы и энергию, чтобы все это реализовать. Поэтому, если у вас есть возможность немножко побольше цену сделать, сделайте, и вы не прогадаете. То есть, да, зарабатывать больше, лучше в целом ок, но когда вы еще и по принципу дающего помогаете сделать то, что компании даже не ожидают от вас. Ну, например, мы когда декорировали вот этот LG мост в Хаяте, мы купили всякие фрукты, овощи для декорирования, какие-то подсвечнички, нарвали веточек. То есть, по факту можно было этого не делать, просто взять предметы и разложить. Но, ведь всегда хочется, чтобы все было идеально, поэтому я вкладывала весь свой талант в это. Я там продюсировала эту фотосъемку, чтобы она там идеально вся была. Мы в 5 утра собирались в этом мосту, мы не спали всю ночь, снимая это все и монтируя стенды. Татьяна пишет, есть ли у меня команда, или я одна все делаю? Ну, как сказать, я сейчас вообще в Португалии, мы переехали сюда на прошлой неделе, поэтому в Москве, да, у меня есть, скажем так, подрядчики, но они все не постоянные, потому что я не плачу постоянно зарплату, да, ведь есть, допустим, я индивидуально, не даже не индивидуально, я самозанятая, поэтому мне, наверное, нет смысла держать без проекта какую-то команду, но если у меня есть проект, то я набираю как раз вот людей под проект, например, там видеосъемка, я там зову на видеосъемку определенные даты там каких-то людей, которые свободны, и кстати, также через вебинар мы проводили вебинар, девушка попросилась быть помощницей, и в итоге мы ее позвали на телевидение, она у нас где-то снималась, вот, так, дальше, давайте сделаем так, так как у нас просто ознакомительный вебинар, и дальше вас ждет очень большая, очень большая история с конференцией Евгения Тюрина, которая будет в Москве, возможно, там будет онлайн-участие, я не знаю точно, надо уточнить, 1-2 октября, вы узнаете, меня там лично не будет, потому что я онлайн, именно поэтому мы проводим сейчас вебинар, и там очень много опытных дизайнеров, которые, может быть, не столько много тратили время на именно, ну, такой вот рекламу продвижения поставщиков, будет точно смысл прийти и послушать, что они говорят. Татьяна спрашивает, занимаюсь ли я дизайном интерьеров, да, просто мой талант шире, поэтому я не могу делать только дизайн интерьеров, то есть я делаю что, могу перечислить, вот, если Татьяна Потешкина, I'm finishing, I have to go, yes, where you go, yes, close the door, switch off, yes, may you switch off the condition, because it's a little bit crazy, and tomorrow I prepare the contract, yes, and give you the key, thank you so much, thank you so much, I love you, coworking, thank you so much, я сегодня арендовала себе коворкинг, ну так вот, домашнее задание, домашнее задание, если вы хотите быть медийными декораторами, предоставлять брендам какие-то суперуслуги по продвижению, работать вместе с крупными компаниями, то ваша задача взять лист бумаги и прописать себе шаги, которые вы должны сделать, потому что классно прослушать лекцию, но классно это и применить, поэтому что важно, пишите просто, допустим, что вы готовы делать, допустим, кто-то из вас уже готов выступать с лекциями для поставщиков на территории, на площадках поставщиков, прекрасно, просто пропишите это себе, если не готовы, то ответьте на вопрос, хотели бы вы это делать или нет, если бы хотели, что сделала я, я хотела выступать с лекциями, потому что я понимала, что я не хочу иметь большую студию на 20 сотрудников, но я готова делать частные, дорогие заказы, поэтому лекции повышают стоимость работы и делая меня более уникальным человеком, потому что выступая, я демонстрирую эту уникальность, и поэтому я пошла на курсы ораторского мастерства, несмотря на то, что я училась даже в телешколе Останкино, это не так сильно помогло именно для выступлений, поэтому школа ораторского мастерства я прошла две ступени, и благодаря этому я уверенно научилась выступать, хотя бы зная, как это делается, чтобы это не выглядело жалко, потому что, к сожалению, когда я начинала выступать, это выглядело именно так, именно жалко, и когда мой муж посмотрел мои первые выступления на видео, и наша школа ораторского мастерства записывала эти выступления, он говорит, что как будто бы я все время извиняюсь, то есть первый шаг для вас, что вы готовы делать для бренда, если вы готовы делать с ними какие-то там дизайн-магазинов, это классная история, телепроекты помогли мне выйти на дизайн-магазинов, потому что директора по маркетингу знают дизайнеров из телепроектов, потому что они все время взаимодействуют с проектами. Сейчас запретили большое количество развлекательных проектов, но тем не менее остались у нас проекты на НТВ, на Россия-1, сейчас будет новый проект. Сейчас я видела запрос на запросах для медийных экспертов, что новый дизайн-проект по кухням собирается делать, поэтому все равно что-то будет происходить. Итак, Татьяна Козырева спрашивает, в основном делегируете все в дизайне интерьера, и чем именно занимаетесь, вы проектируете или в визуализации занимаетесь, чем еще поделитесь? Давайте сейчас дам домашнее задание, и тогда отвечу на вопрос. Итак, получается, первое, решите для себя, что вообще вы готовы делать для партнеров. Там, на лекцию выступить, на телеке, может быть, выступить и познакомиться со всеми, может быть, декорировать зону, может быть, вебинар провести, прямой эфир провести, может быть, ну, в идеале, допустим, то есть просто из-за того, что у меня уже был навык фотопозирования, то я могла предлагать свои услуги как модели. Я понимаю, что не каждая женщина скажет, я там буду моделью, да, там, типа, не у всех 90-60-90, но тем не менее, будучи уже персонажами, вы сможете даже работать лучше, чем модели, потому что, когда вы персонаж, как Айрис Апфель, например, вы больше как амбассаду работаете. Алена, посоветуйте, хочу стать амбассадуром компании-производителя. С чего начать? Оставить коммерческое предложение для поставщика. Елена, вот, как раз это относится к нашему второму заданию. Оформите свой личный бренд. Что это значит? Есть эксперты по личному бренду, есть моя подруга Полина Правда, она занимается только, как бы, ну, у нее есть, можете даже лекции посмотреть, есть Евгений Тюрин, который занимается личными брендами, может быть, несколько лекций, об этом можете посмотреть в интернете. Что значит оформить ваш личный бренд? Пусть у вас будет хотя бы два хороших портрета, чтобы не на фоне кошки, но не на фоне города, а именно хороших портретов, профессиональных, которые в дальнейшем вы планируете публиковать журналы. То есть вот вы хотите выйти на поставщика, нужно, чтобы вы тоже, то есть вы хотите продвигать чужой бренд, но сначала займитесь своим, да, то есть портрет, раз. Второе, описание, ваше краткое описание, кто вы. Меня спросили, чем я занимаюсь в основном, да, давайте сейчас сразу как раз скажу, там, я дизайнер интерьеров из мира моды, из мира моды, потому что это больше похоже на уникальность, а дизайнер интерьеров больше на общее понятие. Я модель тоже, и сейчас моя новая еще дополнительная опция стендап комик. Что еще я делаю? Я делаю дизайн магазинов, я построила более 7000 квадратных метров площадей, объектов, об этом я пишу, для того, чтобы доказать, что я не вчера стала дизайнером. Я училась в New York Institute of Art and Design, об этом я тоже пишу. Некоторым важно, что я член союза дизайнеров и архитекторов. Если я собираюсь выступать, например, то я пишу, что я член ассоциации спикеров СНГ Радислава Гондопаса, об этом тоже пишу. То есть я вот все эти триггеры, а еще я себе добавила, что я жена писателя и режиссера Павла Санаева. Почему? Потому что меня раньше запоминали, потому что я жена человека, который написал похоронить меня за плинтусом, и люди это как триггер запоминали больше, чем то, что я дизайнер интерьеров. Поэтому я уже взяла и добавила себе это в портфолио. Хотите, могу, ну, это бесконечная тема, конечно, я понимаю, вот. Хотите, могу вам отправить свой медиакит, наверное, спикерский и свой медиакит дизайнерский, как пример, как образец, который я отправляю своим заказчикам и который работает у меня. И точно так же вы можете воспользоваться им как базой, как основой и сделать себе точно такое же. Тогда напишите мне куда-нибудь, куда-нибудь, давайте я сейчас пролистну, вот, напишите мне вот сюда. Вы не знаю, а, вот, напишите мне в социальную сеть, которую нельзя называть, и напишите ваш WhatsApp, и я вам на WhatsApp пришлю медиакит. Почему именно на WhatsApp? Потому что, чтобы это было не ссылкой, а файлом. Вот, таким образом вы сможете как отправную точку взять мою. Естественно, у каждого свой бэкграунд, там, каждый умеет свое. Вы хотите, Елена, стать медийной личностью, тогда пробуйте быть на телеке. Чтобы быть на телеке, нужно сделать себе классного из себя персонажа, чтобы именно вас хотели приглашать. Допустим, когда я на ТНТ работала, я каждый раз как-то очень странно наряжалась. Один раз я оделась в «Зебру», и продюсеры были в восторге, потому что зебра к ним еще не приходила. Вот, интерьеры я всегда под свою одежду подбираю. Там, на Фазенте, когда я работала, мне сказали, Алена, раз ты из мира моды, то ты у нас будешь в каждом кадре переодеваться и будешь выглядеть по-разному. Окей, это смешно, это забавно. Не старайтесь быть обычными, не бойтесь быть эпатажными. Итак, вот на этот WhatsApp мне пишите. Я тогда завершаю. А так, домашнее задание вы запомнили, да? Что еще можно? Список всех ваших умений, связанных вот с этим, то есть с медийностью, с экспертностью. И когда он у вас будет сформулирован текстом, то вы будете просто знать ваш план, потому что на самом деле план есть у вас в голове. Ну что же, пишите. Спасибо вам за внимание. Приходите, обязательно на конференцию Евгения Тюрина, в которую у него есть ссылка в Союзе Юнионда. И я, наверное, продублирую у себя ссылку на эту конференцию. Она, по-моему, даже бесплатная. Наверное, да. Если вы в Москве. Спасибо, что пришли, послушали. Я стараюсь сделать вклад в мир, поэтому буду рада, если вы примете его. Можно ли презентацию? Да, наверное, можно. Наверное, вам больше всего понадобится файл такой, вот этот, наверное, табличка. Вот этот, да? Что вы готовы сделать? Ну, если вы умеете делать фото, можете даже сфотографировать. Если прям нужна презентация, напишите мне об этом в Инстаграм, и тогда я вам пришлю ее лично. Вот. Всем спасибо, а я завершаю. Давайте я с вами сделаю селфи, вот, потому что потому что я же блогер. И сделаю вот так селфи, потом не знаю, какое выберу. Вот так теперь видео. Вы знаете, чем больше снимешь, тем больше потом будет выбора. Спасибо вам большое, что пришли. И приходите еще на мероприятие Евгения Тюрина, у него всегда много интересного. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok